Сколько тепла было подано в каждую квартиру, какой объем горячей воды израсходован за месяц. Прибор учета подсчитывает данные каждый час. Умная система контролирует температуру и давление воды. Все это для того, чтобы абоненты оплачивали только за то, что израсходовали. Эта система называется общий прибор учета. А этот маленький черный ящик, так сказать, мозг устройства, он передает все данные на специальный сервер. База данных работает круглые сутки. Представители КСК должны следить за поступающей информацией каждый час. Если в системе возникает сбой, либо у кого-то отключен счетчик в квартире, система подает сигнал. В этом случае необходимо устранить неисправность сразу, иначе платить потребителям придется больше. Эта система выгодная. Почему? Потому что сколько гикокалорий поступило на дом, например, какая температура в системе отопления, или 60 градусов, или 80, или 90, просто, естественно, жильцы оплачивают за ту температуру, которая приходит в батарее. И стоимость куба горячей воды тоже от температуры горячей воды зависит. Раньше как в квартире живет, например, 10 человек, вот где квартиранты, да, оплатят за одного, потому что прописан один человек. А сейчас, раз у них счетчики стоят, значит, они же все пользуются, и кубы накручиваются на эти 10 человек. Изменить данные счетчиков в сервере не может никто. Доступ к системе имеют только тепловики, и то лишь для копирования и анализа данных. На сегодня такие приборы учета работают в 7 тысячах домов. Жители больше двух тысяч многоэтажек оплачивают за тепло и горячую воду по старой системе. То есть, когда общая сумма распределяется между потребителями, вне зависимости от того, кто сколько воды потратил. Каждый прибор учета требует обслуживания. Это, по сути дела, счетчик-банкнот, который считает деньги абонентов. Если он оставлен без присмотра, то он может, во-первых, показать большое потребление, опять же, сбросы показать. И за ним нужно практически ежедневно контролировать его. Но контролировать с помощью GSM-модема и самого прибора учета – это уже гораздо проще. Потому что можно просто заходить на веб-сайт Талмасинских тепловых сетей и смотреть за этими показаниями. Следить за показаниями счетчиков, контролировать расходы на содержание жилья и общаться с руководителями кондоминимов. Это тоже можно сделать потребителям удаленно с помощью приложения электронной КСК. Его реализация запланирована на следующий год. Сейчас разрабатывается система, на основе которой будет работать программа. Мы постарались на основе государственного частного партнерства, стараемся внедрить, оказание электронных услуг населению через КСК. То есть, что это такое? Это когда гражданин, житель в любой дом, он может подать электронную заявку, он может электронно проголосовать за какое-то решение КСК, он может увидеть отчет КСК на своем портале. Поэтому, я думаю, это тоже один из шагов наших прозрачности ведения вот такого бизнеса, как обслуживание жилых домов. К слову, сами руководители КСК благодаря этой программе тоже будут под постоянным контролем. В прошлом году из 260 проверенных кооперативов к ответственности привлекли 104 председателя. Продолжение следует...